Весенний призыв 1 апреля в России стартовал весенний призыв. Он продлится 106 дней и закончится 15 июля. Призывная кампания представляет собой комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти и направленных на отбор призывников, а также их при провождении к месту несения службы. План на призыв мы получили за военный комиссариат города Кумертау и Кургазинского района 133 юноши. Мы призовем и отправим войска. С района мы призовем 50 человек и с города 83 человека. В военном комиссариате города Кумертау и Кургазинского района 1 апреля проходил призыв молодых людей из района. Начало призывной кампании стартует создание военных комиссий. В их состав входят сотрудники военкомата, медики, сотрудники управления образования. Члены комиссии проверяют документы призывников, заключение состояния здоровья и решают, в какие войска ребят отправить. При этом учитывается и желание самих призывников. Настроение у меня будет хорошее. Я хочу в армию. Я буду ездить на машине. Я учусь на категории С. В элитный хотелось бы. В спецназ, ВДВ. Вот такие вот. Елена Камалова, Денис Тихонов, телекомпания «Арис». Прокуратура города Кумертау приняла меры по защите прав инвалида второй группы по возмещению затрат на покупку лекарств. Установлено, что врачи назначили пенсионерки, страдающие тяжелым заболеванием, дорогостоящие лекарственные препараты. По закону, женщина имела право на их бесплатное получение, однако необходимых препаратов не оказалось в наличии. В соответствии с законодательством, инвалид второй группы имела право на их бесплатное получение. Однако, Министерство здравоохранения Республики не обеспечило ее медикаментам в достаточном количестве. И в 2017 и в 2018 году пенсионерка самостоятельно приобретала указанные лекарственные средства. Она самостоятельно приобрела лекарства примерно на 100 тысяч рублей. Из-за защиты своих прав она обратилась в прокуратуру города. В судебном порядке городская прокуратура потребовала от Минздрава Республики компенсировать денежные средства, затраченные на приобретение лекарств. А суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле городской прокуратуры. На прошлой неделе стало известно об отставке Ахата Кутлу Ахметова. На внеочередном заседании Совета депутатов было принято решение о прекращении полномочий главы администрации Куэргазинского района. Исполняющим обязанности назначен Юлай Ильясов. В селе Новому Рапталово Куэргазинского района состоялось внеочередное заседание Совета депутатов. Главный вопрос заседания – прекращение полномочий главы Куэргазинского района. После 18 лет руководство администрации Ахат Кутлу Ахметов по собственному желанию уходит с поста в связи с выходом на пенсию. На заседании подвели итоги руководства и отметили основные достижения в социальной сфере, сельском хозяйстве и строительстве. На должность главы администрации Куэргазинского района Ахатиявдадж назначен в июле 2001 года. Под руководством Ахатиявдадж произошли значительные позитивные перемены во всех сферах жизнедеятельности района. О поступательном развитии свидетельствует экономический рост по таким показателям, как объем промышленного производства, объем инвестиций, ввод в действие жилых домов и среднемесячная заработная плата и другие, конечно, экономические показатели. Хотя вы прекрасно знаете, это были годы не очень простые. На заседании заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан Денир Ахмедьянов зачитал указ о награждении Ахата Кутлахметова орденом Салавата-Юлаева. За время исполнения Ахатом Кутлахметовым обязанности главы администрации района было многое сделано и достигнуто. Волнительный день, потому что сегодня я добровольно ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Поэтому я хотел пожелать, самое главное, всем нашим гражданам Кургазинского района, нашим уважаемым ветеранам, нашим всем руководителям всех уровней сказать огромное спасибо, что они в течение 18 лет со мной работали рука об руку, и мы делали очень много. Поэтому сегодня то, что ветераны отмечают, что сделано, я горжусь этим, что это была не только моя заслуга, это заслуга была моей команды, моих руководителей, с которыми я работал долгие годы. Временно исполняющим обязанности главы администрации Кургазинского района стал Юлай Ильясов. В прошлом он возглавлял Министерство земельных и имущественных отношений республики, был главой администрации Кировского района Уфы. В апреле состоится заседание Совета депутатов, на котором состоятся выборы главы администрации Кургазинского района. Павел Игошин, Тимур Гельманов, телекомпания «Арис». В Кургазинском районе отметили столетие Республики Башкортостан. В Доме культуры села Новому Рапталово состоялся концерт с участием районных коллективов и приглашенных артистов. По всей республике проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию Республики Башкортостан. Не стал исключением и Кургазинский район. В селе Новому Рапталово 29 марта прошел концерт, посвященный этой дате. В Доме культуры собрались жители села и приглашенные гости – депутаты госсобрания Курултая Республики, представители правительства, главы сельских поселений района и Оренбургской области. Началось мероприятие с возложения цветов к бюсту башкирского поэта, прозаика и драматурга Байзита Бигбая, а также стеля, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Концерт начался с награждения курулгазинцев. Пять молодых семей получили сертификаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Десять жителей района были награждены юбилейными медалями «100 лет образования Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие республики». Отметили и Ахата Кутулахметова. Решением Совета муниципального района ему было присвоено звание почетного гражданина района. В день мероприятия стало известно о прекращении полномочий главы администрации Ахата Кутулахметова. После 18 лет руководства районом он по собственному желанию уходит с поста в связи с выходом на пенсию. Со сцены Дома культуры Ахат Кутулахметов обратился со словами благодарности к землякам и пожелал успехов своему преемнику. Обращаюсь к признательности ко своим коллегам, ветеранам, руководителям всех уровней, депутатам, в целом ко всем жителям Куйгазинского района за помощь, за то, что были рядом сложные минуты, помогали, поддерживали меня словом и делом. Уважаемые коллеги, пришло время расстаться. Мне радостно и грустно. Впереди новые впечатления и новая жизнь. С вами я оставляю частичку своей души. И желаю вам жить таким же дружным коллективом, работать сплощенной командой и оставаться добрыми друзьями. В завершение мероприятия на сцене со своими лучшими номерами выступили солисты и творческие коллективы Куйгазинского района, а также приглашенные артисты республики. На одной сцене выступали Стрельдомахский театр танцев, под руководством заслуженной артистки республики Эльвиры Даутовой, народные вокальные ансамбли и сольные исполнители. Павел Гошин, Тимур Гельманов, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова